Напелно для их это стресс. Столько незнайомых людей, плюс громкие гуки концертной программы. Коты и собаки в уголе дают перевагу тишине, но в этот день придется сделать выключение. Волонтерский рух подарит им шанс в 14-й раз проводит доброчную акцию по пошуку господаров для кинутых котов и собак. У этих живел не просто лес. Многим не вспомнился и с шеи года, а они уже столько перенесли. Их жизнь вырытывали люди, и живелы за это им вельми удячные. Она попала ко мне в очень ужасном состоянии. Была вся гнилая лапка, было много опарышей, мы вымывали, ездили в клинику и потом ей ампутировали лапку. Это особенная кошечка. Активная, как все подростки. Вот она какая у нас красавица. Зараз на Гомельщине не ма ни одного офицейного притулку для живел. Законодавчая система их финансования не предугледжена. А тому, кинутых живел, волонтеры громадского руху «Подарим шанс» тримают у своих каватерах и, звичайно, за уластный кошт. По этой причине яны не отмавляются от допомоги людей, не обыяковых до лесу котов и собак. Почас проведения доброченной акции працует палатка, где принимают корм, леки и амуницию, накшалт на шейников и специальных шампунях. Волонтеры ледь знаходят час, как погутарить с журналистами. Оказывается, у Гомеля соправдый шмат людей с добрым сердцем. Спасибо огромное, помогают. Мы сегодня просто тут уже очень-очень быстро все принимаем, фиксируем. Идет куда? На передержках, к животным, которые находятся на передержках у наших волонтеров. Многие подкармливают уличных просто на улице животных. На этот раз в делу доброченной акции проймают скаля 60 котовых собак. Не глядяши на распознанную думку об их спродвечной ненависти, проблем во взаимоотносинах по межживелами не возникает. Урештый, каждый ожидает найти своего господа и стать полноправным членом семьи. Собака – это не спонтанное решение, мы готовились к этому. Дочка захотела конкретно взять вот с такой благотворительной акции. Хотели маленькую собаку. Взяли кота, любовь кота хотели. Просто он сразу пошел на руки, как он сидел. Значит, он легко ко мне привыкнет. На первые дни Нового года волонтеры доброченных оруху «Подарим шанс» наведают домы-интернаты для состарелых и инвалидов. Это уже традиция. И снова по традиции, разом с ними будут вырытыванные живелы. За выключением тех, кто в вынику проведения акции знайшел своих господаров. Яких они будут любить, щиро и бескорыслево. Примерно 20% животных, которых забирают с акции. При хорошем раскладе 30-40%. Но зачастую большой поток животных пристраивается уже после акции. Потому что люди, которые, например, работали, не успели прийти на акции, они созваниваются с нами и забирают животных уже после акции. Олег Сентюров, Ганна Корольчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».